В улице Хуторанского у Гомеля размешано в микрорайоне Прудок. Забудовано первоважно-приватным сектором и мая должнюю 1170 метров. Соправдной доминантой изъявляется дитячий сад сярегии школы номер 23. Установа носить имя Анатолия Хуторанского, а именно тут заховывают память про героя, который удельничал в танковых боях под Гомелем. Роман Курбата в свои 10 годов добро ведает историю героя. Родился в 2019 году, погиб 21 ноября 1943 года. Рванул в бой, уничтожил вражескую оборону, ввел в бой свою роту и погиб в горячем танке. Сегодня, когда населенного пункта символичной назвы «Борец» в Ветковском районе, иснуе невеликий мемориал. В листопаде 1943 года тут была глубокая шалованная оборона вермахта. Миновата ее атаковала рота танков под командованием Хуторанского. Подчас наступления боевая машина лейтенанта была обстреляна и загорелась. Другасное попадание целиком знишило танк героя. Эмоции, если честно, переполняют. Конечно, я знала Анатолия Хуторанского, ну лично нет, но знала его подвига. Но узнать, что он был ранен в голову, в ногу, и он не пожалел себя, а пошел защищать свою страну, родину. Да, родился в Украине, жил в Дагестане, и он умер под Гомелем. Кабоч доведаться про героя, разом с вушнями школы имя Хуторанского мы отправились в Радужскую среднюю школу. Музейная витрина, тематичный стенд и веды вушня. Подмурок для этой музейной экспозиции в 1968 году заклали члены интернационального клуба «Факел». Писали наши дети родственникам тех людей, чьи фамилии были написаны на братской могиле. И ответы приходили очень-очень быстро. Была налажена большая связь с родственниками Анатолия Хуторанского, с его отцом. И уже в 1968 году отец присылал первые письма, описывал то, что он видел, он мог с нами поделиться с нашей школой. По свечениям историка у неводного документа, я кип говорю об тем, что танки были подчас вызволения у самим Гомеле невядома. Але одразу два особных танковых полки – 231 и 253. За вызволение города над Сожем отрымали гоноровую назву «Гомельские». Минамитотанки зруйновали оборону вермахта на подыходок до города и под погрозой окружения примусили ворога покинуть Гомель. Основные танковые бои и вообще бои с применением танков были, разумеется, возле Гомеля, за Гомелем. И самое главное было другое, ведь бой в городе всегда влечет собой большие жертвы человеческие. Солдатские жизни надо беречь. Поэтому командование Красной Армии сделало все для того, чтобы вынудить немцев уйти из города и не ввязаться в городской бой. Не випадково, что на одной из главных площадь Гомеля у гонор-визволителя в городе у Сталяваны Минавита танк. Бот 34-ки Хуторанского и его боевых товарищов отыграли ключевую роль у вызволения областного центра. Хоть никогда у них и не были. Это была рубрика «В улице героев. Протяг будем». Александр Никитин, Ганна Кустачова, Сергей Желенко. Телерадиокомпания «Гомель».